Ну что ж, друзья, встречаем четверг, 12 сентября, и сегодня мир будет чествовать не только конобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шенобелевская премия по роде на престижную международную награду, присуждаемую выдающим ученым. Да-да-да, ежегодно обладателями этой премии становится 10 человек за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. То есть премии награждает за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интересы людей к науке, медицине и технологиям. Вручение Шенобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так награду шенобелевским лауреатам вручают их нобелевские коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески. Это красные шерстяные колпаки шелковой кистью. Да, интересный костюм такой. Необычненько. Да-да-да. Ну мы такой одеваем под Новый год, да, получается? Ну, близко. Ну, близко. Ну, красные колпаки, наверное, там, вижу. Там чуть-чуть другой колпак, знаешь, больше такой. А, ну там это такой, в смысле, ученый колпак. Это четырех. Нет, честно, больше похож на такой турецкий вариант колпака. Это в Шенобелевской премии? Да, в Шенобелевской премии. А нет, а мне кажется, что там это, кажется, четырехугольный. Сейчас я покажу, что такое феска. Как обычно, пока на смотре я продолжаю. Итак, в 1992 году этой непрестижной премии достался член-корреспондент Российской Академии Наук Юрий Стручков за то, что в период с 1981 года по 1990 год опубликовал 948 научных работ. То есть в среднем по одной статье каждые четыре дня. Вот та самая феска. Пока. А, так это феска. Это феска турецкая. Это турецкая феска, да. А, турецкая. Вот я же говорю, что-то в Турции связано, да. В общем, в 1023 году лауреатами Шенобелевской премии в области образования стали ученые, предметом изучения которых стала скука учителей и учеников. Так, ну а также в прошлом году ученые-психологи стали лауреатами за эксперименты на городской улице, чтобы увидеть, сколько прохожих останавливается, представь, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх. Боже мой, вот такие вот достижения в области разных наук можно посмотреть в прямом эфире. А церемония традиционно заканчивается словами, если вы не получили эту премию, а особенно если получили, желаем удачи в следующем году. Ну а что ж, а мы движемся дальше, и давайте сейчас посмотрим сюжет о животных, которые заслужили самые настоящие и совсем не шутливые награды. Давайте посмотрим. Всем нам известно, что такие домашние животные, как кошки или собаки, лучшие друзья человека. Но оказывается, дикие животные ничуть не уступают домашним любимцам. Сегодня я вам расскажу пару историй, где животные спасали людей. В 2005 году в одной из деревень Кении была похищена 12-летняя девочка. А предположительно, ее должны были насильно выдать замуж. В плену она находилась около недели. Очень странно, но когда полиция нашла ее, рядом с ней оказались не похитители, а три огромных льва. По всей видимости, хищники искали добычу и случайно наткнулись на маленькую девочку и группу похитивших ее преступников. А вот последние, увидев гигантских голодных львов, исчезли за считанные секунды, оставив плачущего ребенка один на один с дикими кошками. Тем не менее, львы не тронули девочку, а наоборот, вели себя так, будто она была их детенышем. В августе 1996 года в зоопарке произошел несчастный случай. Трехлетний мальчик упал через забор с пятиметровой высоты, прямо в вольер, где обитала огромная горилла по кличке Бинти Джуа. От сильного удара головой он потерял сознание и лежал, не двигаясь посреди загорожденной площадки. Родители ребенка и посетители зоопарка с ужасом ждали реакции гориллы, чей покой неожиданно был нарушен. Тем не менее, вопреки всем опасениям, Бинти Джуа спокойно подошла к мальчику, слегка приподняла его и внимательно и заботливо начала осматривать рану на голове. Позже появились работники зоопарка. Они без каких-либо проблем забрали ребенка с собой. 70-килограммовая свинка по кличке Лулу в буквальном смысле спасла жизнь своей хозяйки Джоэн, когда у нее внезапно случился сердечный приступ. Лулу, видя, что женщине стало плохо, выбралась из огорожденного дворика, в котором она находилась на тот момент и поспешила к шоссе. Она легла посреди дороги в надежде, что хоть кто-нибудь остановится и поможет Джо. Таким образом, прошел целый час. Все это время встревоженное животное бегло то к шоссе, то обратно к своей любимой хозяйке, чтобы убедиться в том, что она еще держится. В конце концов, одна машина все же остановилась. Водитель последовал за Лулу и, увидев, что произошло, вызвал скорую помощь, а Джоэн отвезли в больницу. 2 января 2010 года в городе Остин 11-летний мальчик из Британской Колумбии собирал дрова в лесу вместе со своим верным и преданным другом, золотистым литривером по кличке Ангел. В тот вечер пес вел себя не как обычно. Он был чем-то взволнован и, как выяснилось позже, неспроста. В нескольких метрах от мальчика собака заметила пуму, которая готовилась к нападению. Ангел мигом бросился к хищному животному и принял атаку на себя, вступив с ним в неравный бой. К счастью, поблизости находился полицейский констембль, который спас ребят. И это лишь малая часть захватывающих истории, связанные с животными. А вы сталкивались с таким? Ну, такая новость у нас еще есть. Сегодня еще новость, да, такая. Не только сегодня это все там справляет, там привлечает премию, шнобелевская премия. Сегодня еще очень важный день для меня, для моих коллег, для Даши. Можете поздравить нас, и мы поздравляем наших коллег с Днем Казахского кино. И сегодня на киностудии «Казахфильм» будет большое мероприятие, придут с Акимата, придут наши мэтры казахстанского и советского кино. Три часа дня. Так что, коллеги, приходите на киностудию «Казахфильм». Так я сейчас тоже приду, меня не звали. Да, сейчас все придут. Приходи, приходи, приходи. А их не звали. А столько еды не напаслись, да? А, кстати, можно прийти со своей едой. А, со своей едой, да? Только так, да, можно стоя постоять и понаблюдать. С праздником тебя, Жанн. Спасибо тебе, Саня. С праздником меня, да, Даша. Вот, ну, а мы продолжаем. И сейчас будет очень вкусно. Без чего не подается почти ни одно второе блюдо из закуски? Конечно, без соусов. Да, соус – это отдельный инструмент, который может и подчеркнуть, и раскрыть вкус блюда, и даже, как говорят французы, скрыть ошибки шеф-повара. Все знаменитые соусы были созданы в 17-18 и начале 19 века. И интересно, что авторами многих стали представители титулованной знати. Во всяком случае, молва приписывает изобретение соуса Бешамель Луи де Бешамелю, маркизу де Нуантель, сыну известного французского дипломата и этнографа конца 17 века Шарля Мари де Фран... Франсуа де Нуантеля. Нет, я хочу это сказать. Шарля Мари Франсуа де Нуантеля, первого собирателя сказок «Тысяча и одна ночь». Да, интересно, это, честно говоря, факт. Я, хотя бы об этом не знал. А вот столь популярный у нас майонез совершенно определенно связан с именем полководца 18 века Герцога Луи Криллионского. В 1782 году он, будучи на испанской службе, завоевал у англичан столицу острова Минорки, город Маон. А после битвы был устроен пир на весь мир, где впервые были поданы блюда под соусом, сделанным из продуктов, которыми славился остров. Оливкового масла, яиц индейок и лимонного сока с добавлением красного перца. Как я вкусно говорю. Ой, а мне стало невкусно. Аж на слюни потеклеет. И этот соус получил название Маонского, по-французски майонез. Знаешь, оказывается, это тяжело быть беременной. Вот раньше все это так вызывало счастье, удовольствие, предвкушение завтрака. Сейчас мне как-то стало... Чуть тошнеть? ...после перепелиных... И что ты сказал? И яйца, и индюш. Нельзя, тихо, все, ладно. Давайте сейчас узнаем, как приготовить самый осенний, самый кавказский соус, тот самый ткемалий сюжет. Ну а пока вы смотрите сюжет, мы обсудим. От чего же тошнит нашу Дашу? О-о-о, от мужа как-то. Всем доброе утро, мы сегодня в гостях на кухне у шеф-повара Виталий. И мы будем что-то творить из сливы. Что же мы будем готовить? Здравствуйте, доброе утро, дорогие телезрители. Мы сегодня будем делать для вас соус кемали. Слива – это уникальный фрукт, из которого можно приготовить неисчислимое количество соусов. Из него можно изготовить соус чатни, острый чатни, кетчуп, китайский соус и, конечно же, соус кемали. Что для этого нужно нам? Для этого нам надо слива, соль, хмели-сунели, кориандр, чеснок, чили-перец, зелень и горная мята. Это соус в какой кухне? Грузинская. Давайте тогда начнем. Для начала мы возьмем сливу, закинем ее в кастрюлю, поставим на плиту. После того, как добавили в кастрюлю 2 стакана воды, нужно измельчить через мясорубку остальные ингредиенты. Это чеснок, чили-перец и зелень. А почему мы горную мяту добавили целиком, не измельчили ее? Потому что она в воде раскрепочается и дает свой вкус. И так у нас получилась вот такая прокрученная смесь, которая составляет чили-перец, чеснок, зелень, укроп, петрушка, кинза. После того, как слива закипела, проходит минут 30-40, мы добавили все оставшиеся ингредиенты. И теперь оно должно томиться 2 часа. 2 часа, да. А каким блюдом добавляется этот соус? Можно использовать также, как к рыбе, к мясу, к курице. Хорошо даже очень подходит ко многим гарнирам. Рис, картошка, очень хорошо. Ну, как мы знаем, слива это фрукт. Не будет ли соус сладким? Нет, он идет кисло-сладкий. Он не совсем сладкий. Наш соус уже готов. Ее можно использовать везде, с любым видом блюд. И сегодня мы будем пробовать с наггетсами. Очень вкусно. Вкус слива очень заметен. И дает какую-то свою изюминку. Соус с кемалий – один из самых популярных сливовых соусов, рецептом приготовления которого мы и поделились с вами. Обязательно повторяйте и наслаждайтесь новыми вкусовыми горизонтами. А мы при этом уже в эфире. Нам сказали. Внимание. И вот известную поговорку вспомнили. Ты хоть предупреждай, в конце концов. Сишок. А тебя что, не предупредили внимания? Не сказали? А, так это подстава получается. Ну, это специально. У нас утро очень веселое, поэтому, конечно же, мы шутим с Дарьей. В любом случае, потому что у вас было бы, чтобы у нас хорошие... Идея в том, что сейчас у нас будет гость, после которого действительно настроение у многих наших жителей нашей страны, и, собственно, улучшится. Потому что у нас в гостях начальник управления методологией выплат департамента организации выплат и информирования Единого национального пенсионного фонда Гульнур Агайдарова. Гульнур, прошу, к нам в студию. Здравствуйте. Очень привет. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мы все гости встречаем с танцами. Если не ошибаюсь, вы у нас уже были, да? Да, я была. А, ну все понятно. Мы какую-то с вами уже тему такую серьезную, очень важную, актуальную уже раскрывали. Но тему «Нацфонд детям» кажется, мы с вами еще не обсуждали. Не обсуждали. Мы обсуждали на казахском. А, у казахов. А вы теперь с нами, да? Да, да, да. Давайте еще раз, наверное, тогда напомним, какова основная цель вообще этой программы «Нацфонд детям». Ну, всем известно, да, что с января текущего года стартовала программа «Национальный фонд детям». Да. В рамках которого 50% от инвестиционного дохода «Национального фонда» распределяется между детьми казахстанцами до достижения 18 лет. Ну, основная цель данной программы – это поддержка молодого поколения и предоставление им возможности улучшить свои жилищные условия или получить образование за счет национальных накоплений. Таким образом, у нас дети, именно граждане Казахстана, имеют право использовать средства «Национального фонда» на две цели. Обучение, в том числе в иностранных вузах, и покупка жилища. Скажите, пожалуйста, Гульнур, а вот интересно, честно говоря, какая категория вообще населения подходит под эту программу? В этом году, в 2024 году, участниками данной программы стали дети, рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно. То есть с 6 года начинают, да, получается? Это вот дети, которые достигают, либо достигли в этом году 18 лет. То есть в 2023 году они были еще до достижения 18 лет. Поэтому с 1 января 2006 по 31 декабря 2023 года дети включены. И в последующие годы дети, рожденные в последующие годы, они будут автоматически становиться участниками программы. То есть дети, которые рождены были, скажем так, в начале 2006 года, в 2006 году, и начиная с этого, они должны получать до 18-летия, я понимаю так, какую-то сумму ежемесячную, правильно? Ежегодную сумму. А, ежегодную. Какая сумма это примерно выходит? В этом году сумма, которая распределена, это 100 долларов и 52 цента. Они падают на счет ребенка, да, получается? Да, они падают на счет. То есть независимо от того, что... Это можно определять между детьми. То есть родители ничего не делают, просто в ЕГО поступает автоматически эта сумма, получается? Да, эта сумма распределяется между детьми одинаково, в одинаковом размере, а дети, достигшие, либо достигающие 18 лет, они уже могут использовать эти средства в этом году. А вот вы сейчас упоминали о том, что по поводу какого-то жилищного кодекса, по поводу жилья, это что? Они могут использовать только на две цели. Для улучшения жилищных условий, это может быть пополнение депозита, например, вот в вас в банке, да, и также оплата обучения. Понятно, понятно. Так, надо посчитать, сколько тогда до 18 лет. А, ну в целом такой, знаете, как старт. Это старт, это первые начисленные деньги. У нас такой прелести не было, да, по достижению 18 лет. Просто есть те люди, которые говорят, ой, что так мало, было такое в Инстаграме, я просто рассказывала, показывала, я говорила, посмотрите, как классно, вот уже есть у моих обоих детей. Важно понимать, что это новые программы, это первые начисленные деньги. У нас еще, опять же, не было ничего. Ну, а потом дело в том, что все программы все-таки пересматриваются, и я надеюсь, что сумма будет каждым годом увеличиваться. Потому что сумма зависит от инвестиционной деятельности национального фонда. Поэтому заранее рассчитать и сказать, что именно такая сумма будет в будущем ежегодная, нет, это невозможно, потому что сумма определяется, исходя из общего объема накопленных фондов, активов национального фонда. От результата инвестиционной деятельности, от доходности и от количества детей, потому что количество детей же у нас меняется, в каждом году рождаются дети, либо кто-то утрачивает свое гражданство, либо выезжает за пределы республики Казахстан, они уже теряют право использования национальных средств. Если дети, утратившие гражданство республики Казахстан, вышедшие из гражданства республики Казахстан, и переехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана, они теряют это право. То есть, в любом случае, корректировка будет проходиться постоянно, каждый год, ежедневно? А сколько было выплачено, получается, за 2023-2024 год? Статистика получателей тех целевых накоплений по состоянию на 1 сентября, она выглядит следующим образом. Для улучшения жилищных условий по состоянию на 1 сентября 2024 года исполнено 12 487 заявлений. А для оплаты образования 9 446 заявлений. В общем, в сложности около 222 тысяч заявлений уже исполнено. То есть, это дети, достигшие 18 лет, они уже подали заявление и использовали эти средства. Это общая сумма 2 миллиона 200 тысяч долларов. Вот смотрите, ребёнок 18 лет, допустим, не использовал, но захотел в 20 лет использовать. Это нужно год в год или можно подождать? Досрочно использовать эти деньги нельзя. По достижении 18 лет он может использовать эти средства, как я уже озвучила, на три цели. Если в течение 10 лет, после достижения 18 лет, в течение 10 лет он не будет использовать эти деньги, тогда эти деньги в ЕНПФ открывается добровольный пенсионный счёт, и они туда переводятся. По истечении 10 лет. Они находятся в ЕНПФ, и он может уже по законодательству получить эти деньги. То есть, получается, в любом случае... В любом случае, да, эти деньги он получит. Скажите, пожалуйста, Гульнур, а какие источники финансирования были использованы для исполнения вот этой программы? Ну, детям распределяются средства, вот 50% от инвестиционного дохода национального фонда, а расчёт этих 50% инвестиционного дохода осуществляет национальный банк. То есть, национальный банк расчисывает эти 50%. И ежегодно эта сумма начисляется, распределяется между детьми. Но эти средства, начисленные средства, вот, например, 100 долларов 52 цента, они дальше продолжают находиться в составе активов национального фонда и инвестируются. На них начисляется инвестиционный доход. То есть, вот, как вы сейчас озвучили, да, заранее озвучить сумму, какая будет сумма в будущем, начислена ежегодно на одного ребёнка, это невозможно. Это зависит от инвестиционной деятельности национального фонда. По результатам доходности и также зависит от количества детей. Ага. А что необходимо для получения выплаты? Ну, правила использования этих целевых накоплений вообще регламентированы нормативно-правовыми актами. Но в первую очередь, если алгоритм действий я озвучу, ребёнок достиг 18 лет. Он в первую очередь получает информацию о своей сумме накопления. Например, в этом году 100 долларов 52 цента. Далее он обращается не в пенсионный фонд, он обращается к уполномоченным операторам. Уполномоченный оператор – это банки второго уровня, которые заключили с нами соглашение. На сегодняшний день это вот Пасыбанк и Халлыкбанк. Например, вот Пасыбанк. Ребёнок обращается к уполномоченному оператору, вот Пасыбанк. Открывает банковский счёт в долларах на своё имя. И подаёт заявление, онлайн-заявление посредством интернет-ресурса с использованием ЭЦП. Далее Пасыбанк уполномоченный оператор рассматривает эти заявления и в течение двух рабочих дней направляет электронное уведомление в ЕНПФ и сообщает, что зарегистрировано вот такое заявление от такого-то гражданина. В течение пяти рабочих дней ЕНПФ переводит эти суммы для зачисления на банковский счёт ребёнка. Но ребёнок в течение 45 рабочих дней должен предоставить подтверждающий документ. Для чего он хочет использовать? Для жилья или для оплаты обучения? Он должен предоставить подтверждающий документ. Если эти документы не будут предоставлены в течение 45 рабочих дней, эти деньги обратно возвращаются в ЕНПФ. А потом он может заново подать. Ну вот, например, хочет ребёнок приобрести ипотеку. То есть ему нужно как? Ну вот какие документы? Ну ипотеку, это вот уполномоченный оператор. Там рассказывают, да, какие нужны документы и так далее. Да, у нас все регулярные отчёты, статистика у нас размещены на сайте. Также весь алгоритм действий, также есть видеоинструкции, как, что делать. Это всё у нас на ютуб-канале ЕНПФ у нас все размещены. Понятненько. Ну здорово, да. Да, ну хорошая, конечно же, эта идея, хорошая инициатива. И в любом случае, я думаю, что со временем вот такие замечательные инициативы по поводу наших детей, пользу наших детей будут ещё возрастать. Это социально значимая программа. Потому что, как бы, государство растёт, развивается, в любом случае появляются новые и новые программы для улучшения жизни наших граждан. Гульмур, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости, разъяснили, объяснили. Спасибо большое вам большое. Ну а сейчас пока реклама на канале Алматы. А потом мы вновь вернемся в нашу замечательную и уютную студию. Согласна. За последние годы в Алматы появились разные средства передвижения. Помимо машин и велосипедов, это и самокаты, и малолитражные мопеды. Да, но в тёплые месяцы на улицах города можно увидеть множество самокатов, движущихся на большой скорости. И мопеды, которые пытаются объехать пробку, едут в неположном месте. А это случается постоянно. Я бы ещё много чего сказала, но я начну материться. А в эфире, тем более телеканал Алматы, это делать... Это непозволительно. Да, непозволительно. Это непозволительно. Ну да, продолжаем. Ну очень хочется. Ну ладно. По данным МВД, большинство нарушений зафиксированы в Алматы, Шимкенте и Астане. Таким образом, вопрос самокатов вызвало разногласия среди казахстанцев. Некоторые люди ценят возможность быстро и экологически чисто перемещаться, в то время как другие страдают, ну как минимум, от травм после столкновения. Да и кстати, очень многие страдают от травм, от столкновения. И те, кто едут, и те, кто стоят перед этим самокатом. Но это не всё. Что волнует алматы? И давайте сейчас узнаем, что больше всего вызывает негативные эмоции у жителей Южной столицы. Самокат, мопеды или длинные тоскливые пробки на дорогах. Всё вместе. В полиции Южной столицы подсчитали, что в Алматы на 2 миллиона 200 тысяч проживающих зарегистрировано более 600 тысяч машин. Помимо этого, горожане также пользуются мопедами и электросамокатами. Таким образом, по улицам ежедневно курсирует более миллиона транспортных средств, что в конечном итоге может стать причиной возникновения пробок. Но что же больше всего беспокоит наших алматинцев? Пробки, мопедисты или самокатчики? Мы узнаем прямо сейчас. Я считаю, что хуже всего это мопедисты, потому что они создают очень большой громкий шум. И самокатчики. А потому что они, бывает, ездят про тартуар не в положенном месте. И парковывают их тоже не в положенном месте. У самоката опасные, потому что они едут. Я иду, я не вижу, что сзади меня происходит. Тем более, у меня маленький ребенок. Он может шаг право, шаг лево и все. И, как вы сами понимаете, со сковой скоростью они тут гоняют. Плюс они не соблюдают правила. Пробки, конечно, я стараюсь не выезжать. Так как я не работаю, пробки меня особо сейчас не интересуют. Самокатчиков невозможно увернуться. Они едут прямо навстречу, не сбавляя скорость. А мопедисты, они шумят очень сильно. Особенно ночью, вечером. Невозможно окно открыть, как они шумят. Про мопедистов, конечно, есть нюансы, потому что они не совсем соблюдают правила. Не иногда, а в большинстве случаев нарушают правила. Например, они ездят по сильной дороге, создают помехи и не смотрят по сторонам. Получается, что могут избить. Вот из-за этого просто они создают неудобства. Мопедисты, потому что за них беспокоишься. Если ты едешь в машине, то можно как-то их там задеть. Потому что они не умеют ездить и очень создают всегда опасные ситуации. Наверное, меня тоже больше мопедисты беспокоят. Потому что я тоже, когда еду, мне страшно. Некоторые, которые между машинами ездят, я боюсь задеть их зеркалом в дверь или еще что-то. Следует отметить, что на данный момент количество мопедов и самокатов в Алматы достигло 50 тысяч. Для одних это удобный и доступный способ передвижения. А для других еще один повод для беспокойств. Даже вот смотрите, самое последнее видео по пешеходке, он на своих двух колесах едет. Вот, я прекрасно понимаю, что есть и курьеры, которым нужно зарабатывать деньги. Единственная возможность быстро довести с точки А до точки Б – это мопед. Но при этом очень бы хотелось, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Из-за которого не раз так получалось, что создавалась очень нехорошая ситуация на дороге. Слава богу, мы ни разу не сбивали мопедистов, но это происходило буквально. Вот на Альфа-Раби ездят, вот это вот кольцо. Ты едешь по своему среднему, возможно, даже, ну да, среднему обычно ряду, потому что тебе еще пока направо не надо. И вот так вот вылетают мопедисты. Ты думаешь, боже мой, как тебе не страшно. Вот интересно, вот мне очень интересно задать было вопрос об ГИБДД по поводу вот этого нашего ГАИ, скажем, да, по поводу того, что когда ты поворачиваешь тоже вот вверх, скажем, в правую сторону поворачиваешь, да, никого там нету, скорость пешехода и мопеда или самоката же, большая разница. Абсолютно, да, разница. Большая жадница об этом, да. То есть ты посмотрел в зеркале, их не видно. Да. А он буквально за 2 секунды входит здесь, ты поворачиваешь, и он летает тебе в машину. Кто виноват в этом случае, интересно? К сожалению, конечно же, это водитель. Ты, водитель, будь виноват. Вот, это можно обсуждать бесконечно, просто хотелось бы попросить всех тех, кто на самокатах и на мопедах, пожалуйста, ну, себя не бережете, так поберегите тех, кто еще хочет, да, быть человеками, поберегите тех, кто не хочет ни сидеть, хочет продолжать жить и так далее, не хочет вот этих вот стрессовых ситуаций в жизни. А я, если за рулем в последнее время нет, я очень аккуратна по всем зеркалам, но все равно, вот бывают случаи, когда вот... Нет, не предугадаешь. Да, не предугадаешь. Потому что они движутся с такой скоростью, что совершенно не предугадаешь этой ситуации, совершенно. Бывает такое, ибо... Нет, и бывает такое... Да, кстати, а что можно предугадать? Ну, конечно же, наши рекламы. Да, да, наши рекламы посмотрим и обсудим. На канале Алматы, а потом и вновь в нашу студию. А сегодня к нам в гости пришел актер, блогер Бегали Жакена! Вообще Бегали нужно поставить в паре с нашим ведущим осетом. Да, у нас тут еще осет же есть, да? С правого оттуда. Просто нам плохо сказали, Жан, как будто бы за детьми пришел. Садика забирать. Нет, ну просто действительно, блин, это вообще кайф такой прям. У нас такой танцор, есть осет, наш коллега в казахской редакции. Вот он танцует, очень любит танцевать. Вот, кстати, вас нужно в паре поставить. А вы как ведущий себя позиционируете? Нет, я никогда не работал как ведущий. Я позиционирую себя как блогер, актер, контент-мейкер. Сейчас Жан начнет. Да, 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 это тема больная для меня и для Даши. Причем, да, для меня больная, потому что я понимаю, что блогерство – это колоссальная работа. Ну, прям не говоришь, прям колоссальная работа. Ну, что ты прямо это начинаешь придумывать? Ладно, это может быть недолго, лучше не спорить и сказать, что да, мы ничего не делаем. Да, 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 да. Мы ничего не делаем, деньги просто капают, вот просто льются, мы уже не знаем, куда избавляться. Но в любом случае, Деда Стопта Бегали, он еще и актер. А-а, все, уважение пришло. Актер, да. А вы учились на актерах? Я проходил курсы. Вам сейчас будет очень тяжело. Скажите нам на ушко, только не говорите, потому что это будет реклама. У кого? Я так загружусь, как будто бы это ведь. Да уже скажите, Ладно. У ваших коллег, у Еркена Губаш, дядя Кеша. А, ну понятно, да-да-да-да. Я, кстати, у Еркена часто бываю в комиссии, в жюри сижу, в смысле в жюри, не приемная комиссия, а когда я проходит, у вас экзамены проходит, это я был где-то по разу. А экзамены можно не пройти, завалить? Нет, ты же платишь деньги. Вот я в этом. Все прошли, но там кто-то показывает хорошие результаты, кто-то средние. Ага. Хорошо, а у вас какой результат был? Ну, я, конечно, не хвастаюсь, но меня похвалили. Ага. Вот. Завали даже на проекты. Ага. Были съемки, мы снимали пилотную версию сериала. Но дальше, так как не было финансирования, дядя заморозили. Ой, какая-то очень частая проблема нашего кино, да? Нет, ну, дело не в том. Дело в том, что я вам скажу, я понимаю, если раньше, кстати, сегодня день казахского кино. Ну, 12 сентября, поздравляю вас. Да, сегодня день рождения нашей родной киностудии, то есть моей родной киностудии «Казахфильм». Дело в том, что если «Казахфильм» раньше снимал 5 картин в год, то актеров где-то было 20 киноактеров и человек там 100 театральных актеров, которые снимали. Сейчас снимают 60-70 картин в год, но актеров стало почти там 2000 актеров, понимаете, в чем дело. Поэтому, естественно, всех работ не хватает, так что в любом случае ждите, ждите того счастливого часа, который придет там когда-нибудь. Ну, как актер врился, как минимум, вот сейчас, пока вы общались, пока Жан, точнее, общался, я наблюдала, вы очень такой, вы крутой комик. Классно, вы даете эмоции, это прямо хочется, вот, да, это хочется смотреть, это смешно смотреть, даже не зная контекста видео. Вас с кем-нибудь сравнивают? Да, с известными комиками. Да, нет, меня сравнивают в основном с Бруно Марсом. Да, и еще. И еще с Уильям Дефо, мне говорят, если ты постареешь, будешь как Уильям Дефо. Уильям Дефо больше, ладно. Потом мне говорят, что Эйс из 91. Так, вот его я не помню, Эйс, блин, простите, фанатки, 91, ага. И все, в основном так. В основном Бруно Марс. Еще, еще есть, Бруно Марс, это первое. Эйса я не знаю. Еще, знаете, есть кыргызские, кыргызстанские актеры, очень часто с Талкелем Муслимом они играют в ролях. Но он невзрослый такой, сколько ему, ну, может, лет 13, может, 14. Невысокого роста. А? Невысокого роста. Невысокого роста. А, да, да, я знаю. Вот, вы тоже с ним чуть-чуть. Именно вот так? Нет. А вот когда вы играете, да, он тоже такой суперподвижный, мимика такая подвижная, очень похожая. Да, кстати, мы сейчас поговорили по поводу, упомянули имя Бруно Марса, и вы были на концерте, который состоялся сейчас где? То есть в этом году? В Грузии. Я был в Грузии и был в Таиланде, в Бангкоке. То есть вам мало было одного концерта? Да. Вы прям такой фанат. Я просто сотрудничаю с турагентством. А, понятно. Я еще контент-мейкер, я делаю контент в соцсетях для бизнес-страницы. И для турагентства, получается, да, для тебя? У меня турагентство, кондитерская, стоматология. Это вы, к кому вы ведете контент? Соответственно, контент это обычно, как правило, с вашим участием, да, видео? Да, я сам прописываю. Ну, вы сами снимаете, сторисы, да, все понятно. Вот без сторисов чисто рилсы. Под себя пишу, где-то я пишу сценарий, где-то я могу адаптировать, где-то я могу просто повторить, чтобы там изменить. Ага. Все это началось так, что вы приходите в какую-то компанию, говорите, давайте я буду вести вашу страничку, и я буду снимать контент для вас. В основном на меня выходили. Просто я веду соцсети с 15-го года. Я набрал аудиторию, а с 20-го года тикток веду. И уже когда я начал, ну, начали узнавать, на меня начали выходить, помогли с тикток. Вам поступают предложения, помогли. Помогли продвигать соцсети наши, и я начал продвигать. Но вы успеваете все это делать, потому что все-таки там, там, кондитерскую рекламирование, агентство. Успеваем. Ну, если, когда по кайфу, да, но все как-то... Да, 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 по идее, да, в принципе, когда занимаешься своим любимым делом, это действительно хорошо. А у вас дети есть? Есть. А, и вы при этом успеваете? Да, детей есть. У вас сколько детей? Двое. Ну, ладно, уже не... На самом деле, когда один есть, уже, в принципе, ничего не успеваешь. Жена у вас хорошая. Видимо, дает вам много... Привет, Женя. Вы, кстати, вот это отдельно нужно, вы прям можете признаться еще раз в любви. Она с двумя детьми и дает вам свободу в реализации, еще и в творческой реализации. Все, можно, да? Да. Каламхаз, я тебя очень люблю. Спасибо за поддержку, за все. Рахмет. Ну, ты еще можешь спеть песню. Стоячики-то. Ай ам салям халамаса. Сколько сегодня вашей супруги. А вот интересно, Бруно Марс, концерт, чем поразил тебя концерт в Грузии и в Бангоке, скажем так? Ирана-то была? Чем отличаются они? Программа одна и та же, выход такой же, фейерверки, все очень-очень так же. Но поразил концерт тем, что эффектно, то, что он поет своим голосом, у него шикарный голос, большой диапазон, харизма бешеная, команда энергичная, это все, ну вот танцы, он танцует так классно. Но там очень было весело, невозможно просто так стоять смотреть, мы танцевали. Народу было много? Сколько там тысяч, сколько тысяч, десятка тысяч людей? Так, ну полный стадион, ну вот не могу сказать сколько, но очень большой. Но концерт был, больше было народу в Бангкоке, видимо в Бангкоке, да, чем в Грузии, наверное, в Бангкоке больше, там народу больше. А как будто бы говорят, что и круче было в Таиланде. Ну если вы его фанат, то, соответственно, скорее всего, вы не различаете, что круче для вас изначально, вот вы его видите, вам уже классно, да? Скажите, а вас на улице узнают не как Бруно Марса, как вас, как аксера классных вилсов? Узнают, да. Подходят там, фоткаются? Подходят, фоткаются, да. В этот момент что вы испытываете? Кайф. Неприятно, когда подходят, узнают, спрашивают. Было такое, что вы отказывали, ну куда-то спешите, типа нет, нет, а человек все уже о вас пост написал? Нет, нет, не было такого, нет. Нет, конечно, ты знаешь, я представил такую ситуацию, сейчас Бигари сидит у нас, а сейчас в какой-то студии там в Лос-Анджелесе сидит там Бруно Марс, и ему говорят, а вам приятно, когда вас узнают, когда вас путают с Бигарией? Я вас много. Когда вас Бигари Жакенова, ну, конечно, приятно, да? Ну, что странно, в Таиланде были вот такие реакции, я тоже, я в кепке был, у меня как футболка, как у него примерно, и реакция так, вот так смотрят, короче. Ну, типа, сын? Двойник? Да, да, да. Я его снимаю, себя снимаю, и прикалываюсь, что его транслируют и там, и тут. А вы достаточно близко к сцене стояли? Нет, нет, просто по камерам как будто бы близко, но... А вот такой вопрос, такой меркансийный, скажем так, ну, сейчас мир такой меркансийный, такой капитализированный, а билет в Бангоке и билет в Грузии, где был дороже? Вот, ну, хорошо, вы, может быть, не брали вас по турагентству, а временно вы же слышали, сколько билет стоит в Бангоке и сколько стоит в Грузии? Я даже, честно, не интересовался. Меня пригласили, я делаю свою работу, снимаю. Давайте так договоримся. Короче, вот вы работаете с туристическим агентством. Я все никак не могу найти, сама, блин, за свои деньги летаю, будучи блогером, да, кошмар какой-то? А почему так, что тебе не трудно было бы найти? А вот не могу найти. Давайте вот в следующий раз мы с вами договоримся, вы идете к тому самому туристическому агентству. Мы вместе с вами делаем классный контент, коллабы, все дела, и я тоже бесплатно лечу на концерты. Я передам вашу. А потом, а потом они говорят, бегали, пока-пока тебе так работал, а теперь мы возьмем. Да, Александр? Нет, я обычно по-человечески всегда поступаю. Если благодаря, ну, короче, ладно, это можно обсудить отдельно, уже вне камер. Мы пока вам покажем рекламу, а позже у вас будет бегали сюрприз, реклама на телеканале. Очень приятный для вас сюрприз. Неприятный. Ну что ж, пришло время испытания. Вчера у нас было два шоумена. Остался один. Нет, мы на самом деле чуть-чуть сделали неправильно, мы неправильно поняли, как включается то, что вот вы сейчас видите. Это совершенно новый для нас пара лежат. И они не почувствовали все прелести. А вы прочувствуете все на максималке. Все. В общем, что вам нужно сделать? Вам нужно присесть на вот этот вот массажер. Вашему телу будет, скорее всего, очень приятно. И будете петь песню вот на лед-экране вы сейчас видите. Караоке. Караоке. В нашем случае это Иванушки Интернешнл, Тополиный пух. Вы можете присесть, как вам удобнее. Так, вообще вчера делали так. Получайте от жизни удовольствия. Садитесь сюда, садитесь лицом, зрителем. Ножки можете поставить на него. Ножки прям сюда. Это же не больно, да? Это не больно. Ну нет совсем, вы что? Ну всего 220 вольт один раз заданет, ничего страшного. Так, ну что, все, теперь пошел, как мы включаем. На асфальте белом, ты рисуешь мелом, плохо видно? Ласковое море, трогаешь ладони, В воду в воздух беет, что-то в мире вижу. В небе улетает, в небе улетает. Тополиный пух жарают, ночью такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй, это еще не любовь, это лишь такой закон противоположности. Тополиный пух, да ну июль. Я не... Так, еще больше, 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 нормально. Ты веришь, никому. Дерпите, все нормально. Все еще можно попили, терпите. Пойте, пойте, пойте. Тополиный пух, тополиный пух. Тополиный пух. Победа еще больше, блин. Тополиный пух. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok